Всем привет! Вы на канале Алена Романова и этот канал о моей морской свинке и мальчика. Его зовут Веня, вот он он, сейчас сидит в клетке. И сегодняшнее видео будет о покупках и в общем о моей морской свинке. Давайте я немного расскажу про морскую свинку. Морскую свинку я покупала в зоомагазине, обходила очень много магазинов. Когда я покупала его, предавец сказала, что ему где-то 3-4 месяца. Я, конечно, подумала, хотела, конечно, поменьше. И вообще это было не точно, потому что в зоомагазинах не точные даты. Они вообще не знают, когда родилась морская свинка. Я ее покупала, его покупала 28 июля 2017 года. Получается сейчас ему сколько? Где-то 8 месяцев, но это не точно 3-4 месяца ему тогда было. Ай, Веня, не кусайся. Он у меня немного вредненький. Иногда любит покричать, покусаться. Ну, в общем, я его очень люблю и давайте начнем. Итак, сейчас у моей морской свинки я только недавно у него обралась, но он уже немного испачкал. Что-то он сейчас раскричался и не хочет, чтобы его снимали. Снимали, и да, Веня у меня порода, ну, как порода, я не знаю порода или нет, розетчатая. Шерсть у него не очень, у него не очень розетчатая, но все равно есть розетки. У него вон такая синенькая маленькая мисочка. Больше как для хомяка. Мы сразу покупали в магазине и клетку для него. Она, конечно, маленькая. В этой клетке вот такая вот крышка сверху, и по бокам она, друзья, открывается. Вот, ну, я его выпускаю побегать иногда. Тут у него мел, который он почти не грызет, и тут вот такая поилка. Я решила пока такую поставить. Ну, мужик не привык, и у нас была такая, которая вешается, бутылочка. Ну, она была плохая, и, в общем, он из нее не пил. Вот. Сегодня и я покупала, ну, не только сегодня, я покупала для Вени кое-какие товары. Сейчас я вам покажу. Мы пользуемся вот таким сеном. Он называется Султан. Его я покупала, видите, как давно, потому что тут осталось еще, видите, и вот эта хорошая, очень хорошая Султана. Да я буду такое теперь брать, когда увижу, и она такая пакета, что крошится все. Вот. Сегодня я купила Вене вот такую миску керамическую. Она вот так даже была запакована. Стоила она 135 рублей, потому что вот эту миску он переворачивает. Веня, успокойся. Сейчас я прям достану ее. Миска называется Мышонок. 0,1 литр. То есть она очень маленькая. Вот такая вот миска. Тут мышонок. Три Олл фирма. Вот она керамическая. Ну, такая маленькая. Ну, ему пойдет. Вот такая вот миска. Сегодня я ее покупала. 135 рублей, мне кажется, нормально. То, что это керамическое. Вот тут вот у меня лежат коврики ПВХ. Веня, успокойся, не грызи. Он хочет наружу выбраться. Я покупала коврики. Вот сейчас у него такой же коврик. В общем, я покупала один метр. И вот я разрезала ей на три части. Я тут пока положила, чтобы вам показать. Потом уберу куда-нибудь на балкон. Веня, успокойся. В общем, такие коврики я сначала не пользовалась. У нас древесный наполнитель. Древесные гранулы. Я пользуюсь не опилками, а гранулами. И они очень шумят. И, в общем, я читала, что мозоли вообще у морских свинок на лапках бывают. Поэтому я решила положить коврики. Сначала Веня их вообще не одобрил. Грыз их. Но сейчас он тоже их заворачивает. Грызет немножко. Но уже не так. У нас был раньше один голубенький. Сегодня я, когда убиралась, его выкинула. И вот постелила новые. А вот это будут на запас. Буду менять. В общем, вот такие коврики. Давайте дальше. Веня немного распереживался. Я ему, наверное, в новую миску сразу сейчас насыплю корм. И, кстати, о кормах. Я обычно вот такой корм. Тоже султан, кстати, как и сено. Веня мне мешает. Купила сегодня. Я беру в таких пачках обычно. Вот я беру в таких упаковках обычно. Взяла первый раз, потому что он стоил 45 рублей. Потому что такого, которого я беру постоянно, он розовенький. Тоже такая упаковка. 400 грамм, как и тут. Вот. Его не было. Я вообще искала. Искала Little One. Но мне как-то он не очень понравился. Хотя, говоря, что это хороший самый корм. Но Веня как-то его вообще не очень ест. В этот раз сделала такой. А тут выкинула Little One. Потому что он его не ест. Купила такой. Он был... Ну как, он есть вот в такой вот этой пачке. Тут половина. Потому что... Не думайте, что он за полудня съел целую пачку. Пол пачки я пересыпаю вот в такую баночку. Начала пересыпать. Вот тут остатки на дне вот того корма, который я пользую. Розовые зверюшки. Но его не было, как я сказала. Я пересыпаю в такую баночку. Кстати, вот в том корме зверюшки попадаются вот такие наклейки разные. Я сюда одну приклеила. И у меня там еще стоят. Вот. Я сейчас ему насыплю, чтобы он не переживал. Вот такой вот этот корм. Султан. Видишь? Буяни. Тут такие штучки. Тут я думаю, что они не очень полезные. Семечки тут и всякие... Как это? Кукуруза. Смотрите, тут есть даже шиповник. Такой большой я сейчас положу. Не думаю, что, конечно, его у меня будет есть. Хотя, сейчас попробую. В общем, я дала Вене тот корм. Вот. Ну, вроде неплохой. Я ему уже давала сегодня. Вот еще шиповник, я так понимаю. Ну, пахнет, конечно, на эти корма не очень приятно. Но и все равно. Вот так вот я храню корма. Также у меня есть еще один корм. Я как бы раньше смешивала. И я из него выращиваю траву. Я вам сегодня покажу. Она у меня, правда, уже подвяхла. Потому что я ее забываю поливать постоянно. Вот так вот. Там почти ничего нет. Это я вам сейчас покажу. Счастливчик называется. Такой пакетик небольшой. Он стоил вообще в районе 30, по-моему, рублей. Или 25. В общем, тут... Сейчас. Мне даже было удобно. Овес, ячмень, пшеница. Во мне очень видно. Просто кукуруза. Подсолнечник. Травиные гранулы. Ну, в общем, не очень мне так нравится. Ну, вот для... Именно для... Чтобы выращивать траву. Самое то вообще супер. Сейчас я его сюда высыплю. Вот что тут внутри. И тоже вот такие штучки. Семечки. Пшеница. Тут просто всякое. Ну, в общем, такое вот наполнение. Гранул чуть-чуть. Вот такое вот. Иногда я его смешиваю с обычным кормом. Потому что тут вообще, мне кажется, оно не очень такое питательное. Хотя свинка мне очень питательное надо, но все же. Еще у меня есть вот такая вот мисочка. Я использую для сочных кормов. Конечно, это не для... Специально для свинок. Она тоже керамическая. Маленькая. Вообще, это для соуса. Веня опять мне мешает. Он рассыпал корм. Боже. Видимо, он ему не очень нравится. Потому что я обычно беру... Который зверюшки, он дороже намного. Он рублей 85. Ой, 95. Мне намного дороже. Но все равно он дороже. И, видимо, ему это не нравится. А вот такой вот миски у меня... Как для кошек больше миска. Семечки. Просто семечки. Обычные, человеческие. Которые я иногда даю Вене. Как лакомство. Мне кажется, для него это очень вкусно. Просто иногда я забываю ему его давать. Но он иногда просит. И я ему... И вот тут у меня небольшая полочка. Пол полочки выделены для всего Вениного. Вот. Это я пока сюда положу. А вот. Вот у меня пол полочки выделены специально для Вени. И сейчас у меня Веня немного приболел. Но он уже лечится. Почти вылечился. У него хейлит. Вот эта, которая болячка типа грибка на носу. Я все прочитала про нее. Вычитала. И сейчас я покажу, чем я его лечила. И сейчас буду еще долечивать. Чуть-чуть у него там осталось. Но корочка уже слезла. Веня у меня все это дело не любит. Когда его трогают. И вообще он, мне кажется, вредный. Он постоянно рассыпает корм. Вот. И я прочитала то, что сначала надо обрабатывать хлоргексидином. Вот я купила. Он стоил вообще 8 рублей 50 копеек. Это как перекись водорода. Только не знаю, чего он отличается. Раствор для местного и наружного применения. Не знаю вообще, что это. Вот. Сначала вот этим обрабатываем. Ждем, пока высохнет. А потом мазью. Клотримозол. Называется мазь. Она тоже дешевая. Ну, как дешевая. Стоит где-то 48 рублей. Еще была там в аптеке Клотримозол еще дешевле за 25. Но они вам сказали, что вот это лучше. Я сама читала то, что вот это лучше. Вот так она выглядит. Просто обычная белая мазь. Ее на ватную палочку и мажу нос мужской свинке. Вот. Если вы хотите видео, как я провожу эту процедуру и рассказываю, то я сниму его, если вы хотите. То напишите в комментариях или поставьте лайк. Обязательно сделаю. Вот так она выглядит. Если у вашей свинки такой же, то можете написать мне в комментариях. Я вам еще подробно напишу, как называются эти средства все. Вот. Еще есть такая чуть побольше. Тут 20 грамм. Бывает, не знаю, сколько. 40, может 50 грамм. Вот. Я уже вечером сделала три раза в день. Вроде делают или два раза в день. Сегодня я делала три раза в день. Он это все, конечно, смазывает. Но надо подержать его на руках. Хотя он это вообще у меня не любит. Но надо стараться. И вот трава, но она уже подсохла. Еще я поместила ее в банку из панцетского питания и зря сделала, потому что тут горлышко уже, чем сама банка. И у меня все корни вот тут вот очень заросло все. И они не могут вылезти. Оно вот там, вон все запотело. В общем, я буду переделывать. И в итоге она у меня вообще вылезла за три дня, выросла. Вот. Итак, кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Пишите что-нибудь в комментариях. Я обязательно буду отвечать. Постараюсь. И до следующего видео. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал.